Авдеевка со светом. К полудню электроэнергию дали всему городу, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Возобновили работу школы и детские сады. О ситуации в Авдеевке расскажет Анастасия Пугач. Свет в Авдеевке появился в воскресенье ближе к вечеру. Аварийным бригадам ДТК удалось восстановить высоковольтную линию и возобновить подачу электроэнергии. Запитали большинство жилых домов, как Сахим и Донецкую фильтровальную станцию. Сегодня к полудню к электроснабжению подключен весь жилой фонд города, сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям. Наши энергетики, энергетики ДТК действительно проявляют героические поступки для того, чтобы порой даже под обстрелами выйти, для того, чтобы восстановить линию. Мы это делаем уже с 2014 года. Сегодня в Авдеевке относительно тихо. Занятия возобновили в пяти школах. На уроки пришли полтысяча учеников. Также открыли четыре детских сада, сообщает областная администрация. За неделю интенсивных боевых действий снаряды разрушили более сотни частных домов и два десятка квартир. У Леонида Михайловича повреждены и родительский дом, и его собственный. Ока нет, фронтур побило. Возле того окна я спал. Только лёг. Сегодня я встал, покурил. Только лёг на кровать. И взорвался вот рядом. Жена сбоку печки сидела. И тут всё нам били. Осенью 2016-го на изрешечённых осколками стенах этой многоэтажки появился мурал. Портрет местной учительницы украинского языка нарисовал австралийский художник. Снаряды в этот дом прилетали неоднократно. Жильцы говорят, устали от боевых действий. Мы просто ждём мира уже. Нам не надо никакой помощи. Мы сами справимся. Лишь бы только не стрелять. Вот так вот, я вам скажу. Мы устали уже. Третий год у тебя. Вот в этом доме. Третий год. Я надеюсь, что договорились мирно. И Украина целая была. Всё было. Авдеевский, как Сахим, всё ещё в режиме консервации, сообщил директор предприятия. Всю неделю сотрудникам удавалось поддерживать тепло в домах. Единственный источник энергии – газ – закупали, чтобы обогреть жилой фонд. В случае прямого попадания завод может остановиться навсегда. Тогда город замёрзнет, а 4000 человек лишатся работы. Это не столько техногенная, а столько гуманитарная катастрофа. Потому что в данном случае город Авдеевка у нас в течение 4-6 часов замёрзнет система отопления. И вся многоядарная часть Авдеевки, она будет заморожена. По данным спасателей, без света всё ещё остаются 5 сёл вблизи Авдеевки. Тоненькое, северное, весёлое, водяное и каменка. Анастасия Пугать, Юлия Меншакирова, Андрей Кузаков, Телеканал Донбасс.